Небольшой обзор я сделаю на Lexus UX, сравню его с китайцем, с Муркой. Так, ну то, что однозначно могу сказать. Первый и самый важный момент, почему-то грязный порог. Хотя вроде бы он закрыт у нас резинкой, но почему-то он грязный. Так, сейчас я его протру, возможно, это просто с ног это все дело туда капает с коврика. И потом этот дальше протестим. Ну, в Lexus, конечно, все маленько понаряднее, подсветочка кнопочек, все так приятненько, культурненько. Но сейчас у меня подсветка с телефона работает. Ну, пободрее так все сделано, хотя вот здесь вот вроде бы мягкий материал, но жестковат. Здесь тоже непонятно. Ну, в целом, нормальный. Единственный момент в плане посадки сидеть для меня не очень удобно в плане обзорности, потому как очень длинная панель приборов. То есть от стекла до климат-контроля очень большое расстояние. В остальном, в принципе, ну, черненький потолок, все нарядненько сделано. Вот здесь они, красавцы, кстати, сделали для визиток, для прочей фигни местечко. Компакт-диск оставили. Ну, то есть в целом, в целом, в принципе, да, тоже имеет место быть автомобиль, неплохо сделан. Есть свои фишки, есть свои приколюхи. Посмотрим, как едет вариатор и на этом как бы закончим обзор. Почему-то на Lexus, когда на драйв поставил, есть этот. Какая-то бежалка. С левой стороны, что-то я не понял прикола. Руль потолще гораздо, чем на китаёзе. У китаёза руль маленький. Но камера заднего вида тоже такая хорошая, достойная. Руль толстый такой. Приятный. Единственное, я не понимаю, что за вибрацией. Я слышу какое-то тарахтение вот здесь, вот с этой стороны. Где-то за панелью приборов. Чувствую вибрацию на сиденьях и на руле. Вот, кстати, я почему выбрал именно этот Chang'an CS. У него нет этой вибрации. Здесь я прям её чувствую. В общем, вот здесь прям вот явно что-то тарахтит чуть-чуть. На камеру, наверное, не слышно, но по факту прислушайтесь. Такая тоже... Не знаю, на камеру услышали или нет, но что-то тарахтит. На машине ощущаю вибрацию почему-то. Не ожидал. Прям какая-то небольшая вибрация такая чувствуется. Здесь я менял колодки в круг. Сейчас я сделаю тестовую поездку, проверю, всё ли нормально. Но вот эта непонятная тарахтелка мне здесь не нравится. То, что касается шумоизоляции, кстати, тоже шумно. Думал, будет тише. По ощущениям в китайце у меня тише. Хотя шины шипованные, в принципе, примерно одинаковые. Да, почему-то дорогу очень сильно слышу. Хотя больше пластиковых защит под днищем. Едет нормально, в принципе, вопросов нет. Но разгоняется на повышенных оборотах. Китаец почти на нулях едет, как как Лексус. Салону, кстати, есть пробрякивание. Ну, возможно, это так, мелочёвка, которая в салоне лежит, гремит. Что-то не могу понять. Сама машина приятная, конечно, едет нормально. Ну, прям по ощущениям сильно от китайца не отличается. Вот что на Чангане я еду, что на Лексусе, в принципе, по факту одно и то же. Единственный момент, что в Чангане, на мой взгляд, тише. Меньше шины шумят, я их меньше слышу однозначно. С чем связано, не знаю. Шины примерно похожи и все как бы шипованные однояйцевые. Сиденье в Лексусе, на мой взгляд, поудобнее чуть-чуть. Ну, на то он и Лексус все-таки. Поворотники включаются неблагородно. Просто такой пластиковый щелчок. У китайца поворотники включаются, если рассматривать с точки зрения эргономики, ручку, более приятно. То есть вот она. Вот так жесткий такой втык надо делать. И звук какой-то такой издает бестолковый. А у китайозы получается... Прям четко они включаются, так приятненько. Чик-чик-чик-чик такая. Ну, прям вот. В плане, короче, китайцев, эргономика переключателей гораздо приятнее. А здесь, как будто на Жигулях, такая просто жесткая ручка такая, не очень приятная. Вот по кочкам сейчас тоже прокатюсь. Посмотрю ощущения. Ну, примерно так же. В принципе, сильно от китайца не отличается, кстати. По крайней мере, в моем режиме движения особой разницы не чувствую. То есть, если мне завязать глаза, например, и в Чанган посадить, и в Лексус, только по рулю смогу определить, на чем еду. В остальном примерно одинаково. Щиток приборов, конечно, мне здесь вот такой побольше нравится, с классическим кругляшком. У китайца непривычно маленько. Но, с другой стороны, в принципе, я сразу освоился. Нормально все как бы показывается, смотрится. То есть, по большому счету, щиток приборов, ладно, и тут и там нормально сделан. Естественно, какие-то трепезжания по салону непонятные. Помимо того, что просто какой-то барахлишко лежит, он еще сам по себе как-то пробрякивает. Не понимаю, откуда звуки лет. Непонятно. Что-то по климату не могу понять, работает или нет, хотя авто включено. Ну да, ходовая, в принципе, не сильно от китайца отличается. Даже в некоторых моментах как-то больше протряхивает. Мне почему еще именно Чанган понравился? Я прокатился на всех китайцах, которые были в наличии на тест-драйвах. Самая нормальная ходовка вот на Чангане как раз была. У меня опыт большой, просто эксплуатация автомобиля. Я много на чем ездил, поэтому я сразу попой ориентируюсь, как себя машина ведет. И Чанган был наиболее близок к тем машинам, которые у меня были по поведению. То есть тойотовские модельки. С нормальной ходовой такая, которая не гремит, как ведро с болтами. Потому что как-то на ASX ездил, на клиентском тест-драйв делал. Там просто вообще невозможно. Он весь просто трясется, как мешок с какашками. Здесь гремит, пипец, там просто вообще кошмар. Хотя машина свежая была. Ходовая вообще бестолковая. Ну вот, не знаю я, почему-то в салоне пробрякивания идут. С чем связано, не могу сказать. На новом RX как-то ездил прям на новом практически с салона RX 300. Блин, он тоже что-то в салоне гремел. Ну, варик бодрый такой, нормальный, четко работает. Но с рывочками. Вот сейчас рывочек такой был, я прям его почувствовал. На Чангане вот уже сколько проехал, километров 300 с лишним. Ни один раз он меня не толкнул, не пинул. То есть вообще прям у него вот этот робот семиступенчатый, мокрый. Четко работает, прям вообще супер четко. И, кстати, что еще на китайце понравилось на Чангане. У него нормальные зеркала более-менее большие. Потому что вот Lexus тоже здесь пожопил на зеркалах. И сделал их это убогие маленькие. Я не люблю такие маленькие зеркала. Надо всматриваться в них. В общем, на вкус и цвет все фломастеры разные, друзья. Каждому свое, как говорится. Так, ну-ка. Не могу понять, что за тарахтелка в панели. И вибрации по машине. Прям такая небольшая легкая вибрация. Нейтральку поставим. Прислушайтесь, может быть, на видео услышите звук вот этот ровтящий. Еще не понял, откуда он идет. Не понимаю. В общем, слышу тарахтение. Может быть, этот мотор так тарахтит, я его слышу. Просто на Чангане я вообще не слышу в салоне. Ну, более шумно работает. Не знаю, почему. Может, настройки такие. Непонятно. В общем, в целом, все нормально. Все работает. Все красиво, все нарядно. Сейчас драйв сделали. Впечатления поделились. Вылазить из него не очень удобно. Прям. Не шибко удобно вылазить. А так, в целом, приятная машинка. Мне понравилась. Она мне давненько уже понравилась. Но, в целом, в целом, в целом, сравнивая с китайцем. А я еще говорю, что они друг у друга, наверное, что-то лижут. Потому что, концептуально, вот так смотришь, они практически однояйцевые, грубо говоря. Там этот, этот, как бы на один фейс, короче, они все сделаны. Поэтому, не знаю, кто у кого что лижет, но вот эта поделка китайская показывает себя достойно. Вот, что я хотел сказать. Всем спасибо за внимание. Пишите комментарии, кто что думает на эту тему. Всем пока.